Сара, что случилось? Почему ты грустишь? Из-за карантина? Потому что не пойдём в школу больше? Да, из-за карантина и из-за подружек. Да, я тоже из-за этого грущу. Но есть ещё кое-что. Обещай, что никому не расскажешь. Обещаю, обещаю, обещаю. А вообще, не важно. Сара, нужно делиться переживаниями с теми, кому ты важна. Я... я немного переживаю из-за того, что у моих родителей трудно немного с заработком, а я совсем никак не могу помочь. Конечно, можешь. Но что я могу сделать? Мне всего лишь 13. Во время Алтер-Рэба многие евреи занимались приготовлениями продажей водки. Говорю тебе, Айзек. У тебя лучшая водка во всей стране. Сколько тебе бутылей, Владимир? Что это значит? Все давай сюда. Осталось 135 бутылей. Вот тебе деньги за 135 бутылей на сейчас. Ещё на 350 вперёд. Так, так, так. Не так быстро. Отдавай-ка мне эти деньги. Ч-чего? Ты кто вообще такой? Я представитель царя, который выпустил новый указ, что теперь вся приготовленная евреями водка принадлежит государству. Что? Что слышал? Все деньги давай сюда. Ну, чем же мне теперь кормить семью? Хочешь узнать правду? Конечно. Ничего, кроме правды. А мне плевать. Я и к соседу твоему Шмерлу наведаюсь. Слыхал я, что и он промышляет водкой. А потом к Якову пойду. А потом к Шимону. А затем к Исроэлю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Равдовбер, вы сын нашего Рэбе. Умоляю вас. Поговорите с вашим отцом, чтобы тот пробудил милость небес к нам. Мы лишились заработка. Да, мы просим вас. Что же будет с нашими детьми? Конечно. Я вместе с Рэб Авроумом и Страшилы, и с Рэб Пинхасом Рацизом пойду к отцу прямо сейчас. Спасибо, Равдовбер. Папа, царь лишил некоторых евреев заработка. Пожалуйста, пробуди к ним милость небес. Когда свыше посылают благословение, снизу нужно подготовить сосуды, чтобы это благословение принять. Сосуды для принятия благословения – это любовь и единство, а не зависть и сплетни. Это мы видим на примере благословения коэнов. Прежде чем благословлять свой народ, коэны произносили благословение, повелевшее нам благословлять народ его, Израиля, с любовью. Когда Всевышний благословлял свой народ? Тогда, когда коэны его благословляли с любовью, и когда была среди самих коэнов любовь и единство. Сказано, добротой своей ты питаешь все живое, а не водкой своей. У Всевышнего есть множество путей, как обеспечивать его народ. Небо и земля проявляют хэсэд в небесах и хэсэд на земле. Есть хэсэд – доброта. Проявление доброты внизу влияет на проявление доброты свыше. Проявление высшей доброты внизу – это жизнь и пропитание. В тот год у евреев был большой заработок. И что мне теперь делать нужно? Во время карантина давай будем дома проявлять больше любви и единства. А это, конечно же, повлияет на весь еврейский народ и даст ему много благословений. И самое главное – ускорит приход Мошеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова